Добрый день, уважаемые коллеги. У меня была задача пройтись по конференциям, которые проходили в течение 2020 года. Все они практически проходили онлайн в режиме. И Гульфия Медхатовна так радостно закончила свою презентацию, что это был золотой год для лечения рака желудка. Но я хочу начать с того же. Год начался с одобрения FDA у пациентов с раком желудка, прогрессирующих на фоне терапии герцептином. Пациенты, естественно, HER2 положительные. Появился новый препарат для второй линии терапии рака желудка. Это коньюгат антитела, который нацелен на рецепторы эпидермального фактора роста человека и ингибитора топоизомеразы. То есть фарм-тростозумаб избирательно связывается с рецепторами HER2, обусловливающими рост и распространение злокачественной опухоли, и доставляет раковым клеткам токсичный для них ингибитор топоизомеразы. В это исследование набирались пациенты, участвовали пациенты, которые, как я говорила, имели HER2 положительный, местно распространенный или метастатический рак желудка или пищеводно-желудочного перехода и прогрессировали на первой линии химиотерапии, включающей в торпиримедины с платиной и тростозумаб. 188 пациентов были распределены в две группы, в которой одни получали новый препарат, в другой не получали, а получали монотерапию иринотоканом или паклитокселом по выбору врача. То есть практически то же самое, что мы с вами делаем в рутинной практике. И, естественно, основными критериями эффективности, как обычно, были общая выживаемость и частота объективных ответов. Дополнительными показателями эффективности были выживаемость без прогрессирования и продолжительность ответа, то, что больше всего волнует химиотерапевтов. В итоге общая выживаемость составила 12,5 месяцев в группе пациентов, получавших тростозумаб-дерустексикан, и в группе сравнения выживаемость получилась всего лишь 8,5 месяцев, даже меньше. Частота подтвержденных объективных ответов составила 40,5% в исследуемой группе и 11,3% в группе сравнения. Это очень большая разница. Медиана выживаемости без прогрессирования была 5,5 месяцев в исследуемой группе и по сравнению с 3,5 месяцев в стандартной группе лечения. Ну и, соответственно, медиана продолжительности ответа составила более 11 месяцев в первой группе и менее 4 месяцев в группе сравнения. Наиболее частыми нежелательными явлениями, это основное, что нас беспокоит, помимо эффективности, это мы к ним уже тоже привыкли, анемия, лейкопения, нитропения, лимфоцитопения, лимфоцитопения, тромбоцитопения, тошнота, снижение аппетита, повышение уровня трансаминаз, утомляемость, повышение щелочной фосфатазы в крови, диарея, запоры, повышение билирубина, гипертермия и аллопеция. Еще раз, это все осложнения, к которым мы привыкли, действительно, и умеем с ними справляться. Ну и рекомендуемый дом за препарата, трасказумаба-дерукстекана, ведь еще не привыкли к его названию, 6,4 мг на килограмм, водится она внутривенно один раз каждые три недели, 21-дневный цикл до прогрессирования или неприемлемой токсичности. Это продолжение разговора нашего дискуссии предыдущей. Как долго лечить? Здесь рекомендуется лечить до прогрессирования, либо до неприемлемой токсичности. Дальше, ну я поделила не по конференциям, а по локализациям, поэтому дальше я поговорю о колоректальном раке. Например, совсем недавно проходила онлайн-конференция Общества клинических онкологов России, Русска, в январе уже 2021 года, где, докладываясь результаты исследований КИНОТ-177 и 3 декабря 2020 года, то есть в конце года, были опубликованы данные, что данные исследования представляют собой еще один шаг вперед для биомаркерных исследований, нацеленных на колоректальный рак у пациентов с микросателитными опухолями, нестабильными опухолями, о котором нам подробно рассказывал Евгений Наумович. И в частности, лечение первой линии пембролизумабом приводило к значительно более длительной выживаемости, без прогрессирования и меньшему количеству побочных эффектов, связанных с лечением, чем химиотерапия. Мы все привыкли к колоректальный рак лечить цитостатиками химиотерапии, долгие годы этим занимались. Здесь мы, коллеги, попытались первую линию дать иммунотерапию. Авторы писали, что блокад АПД-1 имеет клиническую пользу при опухолях с высоким уровнем микросателитной нестабильности и после предыдущей терапии. Пембролизумаб применялся как эффективная терапия для пациентов с метастатическим колоректальным раком при высокой МСИ, рефракторного стандартным комбинациям химиотерапии. Это было рандомизированное, третья фаза, открытое исследование. Проводилась оценка эффективности и безопасности блокад АПД-1 пембролизумабом по сравнению со стандартной химиотерапией в качестве лечения первой линии для этой группы пациентов. В общей сложности 307 пациентов были рандомизированы на две группы. В одной получавшей пембролизумаб каждые три недели или химиотерапию на основе 5-2 роцила с биоцезумабом либо цитоксимабом и без них каждые две недели. Еще раз, стандартный для нас режим, к которому мы привыкли. И пациенты, которые получали химиотерапию, могли перейти на пембролизумаб после прогрессирования заболевания хорошие, красивые, честные исследованиями. И первичными и конечными точками были время беспрогрессирования и общая выживаемость. Во втором промежуточном анализе медианного наблюдения 32 месяца, это длительный срок наблюдения, пембролизумаб превосходил химиотерапию с точки зрения времени без прогрессирования, практически в два раза выше отношения рисков. И общий ответ, оцененный по данным рецепт, наблюдался почти у половины процентов пациентов в группе пембролизумаба и у третьих, у пациентов, получавших химиотерапию. Среди пациентов с общим ответом в группе пембролизумаба по сравнению с 35% химиотерапии имели текущий ответ в течение двух лет. Побочные эффекты, связанные с лечением третьей степени и выше, встречались у 22% пациентов в группе пембролизумаба по сравнению с 66%, включая даже одного умершего пациента в группе химиотерапии. Не уточняется, по какой причине умер пациент. Дальше, про колоректальный рак, значит, АСКО. Были доложены результаты исследований РАПИДА. Международное исследование включало 912 пациентов с недавно диагностированной местно распространенной аденокарциномой прямой кишки. Это исследование интересное. На самом деле у нас практически то же самое происходит, практически в рутинной практике. Из этих 912 пациентов 462 пациента были рандомизированы в экспериментальную группу лечения, которая включала короткий курс лучевой терапии. Но, видимо, тем более это актуально во время нашей эпидемии, пандемии ковида. С последующим выбором врачом шести циклов химиотерапии по схеме кселокс, либо фолфокс, а затем полное мезоректальное иссечение. Медиана времени между завершением лучевой терапии и началом химиотерапии составила всего 2 недели. Остальные 450 пациентов, то есть половина, получали стандартную помощь 28 ежедневных фракций с сопутствующим двухразовым пероральным приемом капицитабина с последующим тотальным мезоректальным иссечением. И затем проводилась адювантная химиотерапия в классическом варианте, если это было необходимо. Исследователи сообщают, что в течение трех лет у лиц, получавших экспериментальное лечение, был значительно, то есть на 25%, ниже риск неудачи, чем у тех, кто получал стандартную помощь. Неудача лечения определялась как первое возникновение отдаленного метастазирования, новой первичной колоректальной опухоли или смерти, связанной с лечением. Исследователи отмечают, что большинство неудач лечения, связанных с болезнью, были вызваны отдаленными метастазами. Частота их через три года составила 20% в экспериментальной группе и 26,8% в группе стандартной помощи, что соответствует значительному снижению риска на 31%. Исследователи добавляют, что можно было бы пропагандировать визуализацию раннего ответа, что позволило бы изменить терапевтический подход, добавляют они. Частота патоморфологического ответа была достоверно больше, чем в два раза при экспериментальном лечении, но не было никакой разницы в общей выживаемости между двумя группами. И почти половина пациентов в экспериментальной группе лечения испытывали неблагоприятные явления третьей степени или выше до операции, чаще всего диарею, по сравнению с четвертью в группе стандартного лечения. То есть пембролизума вызывал больше токсических эффектов. И кроме того, 34% из 187 пациентов, получивших адювантную терапию, испытывали побочные эффекты третьей степени и выше, чем всего неврологическую токсичность. Я оговорилась, имею в виду, естественно, лучевую терапию. И в заключении исследователи отмечают, что их данные, наряду с результатами исследования PRODIG, добавляют убедительные доказательства в поддержку предложения о том, что общая неадювантная терапия должна заменить нынешнее стандартное лечение, поскольку она снижает риск системного рецидива и потенциально может улучшить общую выживаемость. И в сопроводительном комментарии, смотрите, коллеги из Мумбаи и Индии соглашаются и говорят, ландшафт тотальной неадювантной терапии местно распространенного рака прямой кишки выглядит многообещающим, и протокол РАПИДО, вероятно, станет новым стандартом медицинской помощи, особенно в условиях ограниченных ресурсов и нынешнего климата пандемии COVID-19, когда желательно меньше посещений медицинских центров. Но вот мы до сих пор говорили о стандартах, которые приняты в той или иной стране, а здесь же о новых исследованиях, которые могут стать толчком для выработки новых стандартов. Гепатоцеллюлярный рак на АСКО и на вебинаре РУССКО было доложено. Значит, смотрите, до сих пор у нас в последние годы основным лечением неоперабельного гепатоцеллюлярного рака была таргетная терапия с рафинибом. В ранних исследованиях комбинация отезолизумаба и бевоцезумаба показала противоопухолевую активность в отношении неоперабельного гепатоцеллюлярного рака и побочные эффекты в целом были терпимы. В исследовании АМРФ-150 были подтверждены ранее полученные данные о противоопухолевой эффективности этой комбинации препаратов. Препараты были рандомизированы в две группы. И общая выживаемость через 12 месяцев составила 67,2% у пациентов, получавших комбинацию, по сравнению с 54,6% у пациентов, получавших монотерапию с рафинибом. Время до прогрессирования составило 6,8 месяцев и 4,3 месяца соответственно, то есть в два раза практически выше. Серьезные побочные явления чаще встречались среди пациентов, получавших комбинацию препаратов, 38% по сравнению с 30% при монотерапии с рафинибом. И класс 5-й неблагоприятных событий произошли в 4,6% из пациентов, которые получали комбинацию по сравнению с монотерапией с рафинибом. На самом деле два последних пункта, небольшая разница. И вот эта комбинация отезолизумаба и бевоцезумаба была одобрена FDA в мае 2020 года. Дальше на АСКО было доложено обновленные данные эффективности по сравнению с 12 месяцами дополнительного наблюдения. Оказалось, что при медиане наблюдения 80 небольших месяцев статистически значимые и клинически значимые улучшения наблюдались при применении комбинации отеза и бевоцезумаба против сарафиниба. Еще 12 месяцев той же комбинации продолжает демонстрировать последовательную клинически значимую выгоду против монотерапии с рафинибом. Увеличивается общая выживаемость, выживаемость без прогрессирования, общая частота ответов. Комбинация отезолизумаба и бевоцезумаба представляет самую длительную общую выживаемость. Также на АСКО было доложено, я не нашла, к сожалению, мы не нашли более подробной информации. Результат метаанализа нескольких исследований при терапии прогрессирующего гепоцеллюлярного рака Это общая выживаемость максимальная при терапии отеза плюс бевоцезумаб, а вот частота эффектов максимальная при терапии ленватенебом. Это тоже интересные данные. Рак поджелудочной железы был доложен, опять же, на конференции «Русска» в январе 2021 года. Это доложены окончательные данные общей выживаемости в исследовании пола. Это первое исследование третьей фазы для оценки поддерживающей терапии аллопорибом у пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. Я прям хочу отвлечь, что Татьяна Юрьевна говорила, что мы совсем недавно даже думать не могли о лечении таких опухолей. Ну, поджелудочную железу, тем более желудок, рак легкого, поджелудочная железа. А сейчас прям радует. Вот посмотрите, даже поддерживающая терапия появилась. Пола продемонстрировал, что пациенты имели значительно более длительную выживаемость без прогрессирования, если они получали поддерживающую терапию аллопорибом у пациентов с БРС мутировавшими опухолями. 92 и 62 пациента были рандомизированы на две группы, получавшие аллопориб и не получавшие. И медиана наблюдения составила 31 и чуть меньше 24 месяцев. Соответственно, общая выживаемость была аналогична для обеих групп, а вот общая выживаемость через три месяца составила почти 34% для аллопориба. На этом я торопилась обычно, боюсь опоздать. Я закончила. Если есть вопросы, я попробую на них ответить. Хотя, еще раз, исследования не мои и опыт не мой. Спасибо. Продолжение следует...